Легенда немецкого автопрома. BMW E34. Видео по заказу знакомого. BMW E34 является третьим поколения BMW 5 серии, выпускавшаяся с 1987 года по 1995 с кузовом седан и по 96 с кузовом универсал. Всего было выпущено 1 333 412 автомобилей. Из них 124 656 универсалов. Автомобиль был выдержан в стиле традиционного BMW, но в то же время содержал в себе современные технологии. На сегодняшний день есть два основных состояния 34-ки. Это измученный жизнью зомби или идеальный музейный экспонат. Но даже видавшие виды машины с квадратными метрами ржавчины, держащимся на краске кузове и салоном, в котором как будто взорвалась граната, задерживают на себе взгляд. Лихой E34 располагал ставшими впоследствии легендарными двигателями. Четырехцилиндровый M40B18 объемом 1,8 литра, мощностью 111 лошадиных сил на начальной BMW 518i ничем примечательным не запомнился, чего не скажешь о рядных шестерках семейства M50. Особенно прославилась модификация 525i мощностью до 189 лошадок. Большие шестикотловые моторы M30 на 3 и 3,5 литра в начале 90-х передали эстафету новым V8. В серии M60 трех и четырехлитровым на 215 и 282 лошадиные силы соответственно. Как показала практика, топовая версия с механической коробкой передач и умелым водителям по сей день способна удивить пилотов на достаточно современной и шустрой технике. E34 – первая полноприводная пятерка в истории. Точнее говоря, система досталась только исполнению 525iX с мотором 2,5. Также была ее величество M-ка. Впервые свирепая M5 дебютировала в предыдущем поколении пятой серии E28. Неприметная и яростная, заряженная 3,5-литровым шестицилиндровым мотором, мощностью до 286 лошадиных сил, она подготовила достойный плацдарм для преемника. Жаль, что интересный автомобиль очень редок. Компания сподобилась на выпуск всего 2241 экземпляров. Следующая M-ка на базе E34 вышла в свет практически одновременно с гражданскими вариациями и заметно превосходила предшественника. За ширмой концепции «волка в овечьей шкуре» вскрывался недюжинный потенциал. С 1988 и по 1992 год спортседан комплектовался 3,6-литровой атмосферной шестеркой S38B36 на 315 сил и 360 ньютон-метров. А затем сменил ее на еще более грозный двигатель S38B38 объемом 3,8 литра на 340 кобыл и 400 ньютон-метров. Но также была еще более грозная версия – Альпина, кстати, про которую я уже делал ролик на своем канале. К слову, заводские M5 – не самые мощные и динамичные 34-ки. Истории известен зверь покруче, хотя и не являющийся заводским BMW. В 1989 году тюнинг от Илья Альпина выкатила суперседан B10B Turbo на базе модификации 535i. Шестицилиндровый агрегат 3,5 взбодрили двумя турбонагнетателями, распредвалом с измененным профилем кулачков, облегченными поршнями и дополнили более производительной системой охлаждения. В совокупности, апгрейды взвинтили отдачу до 365 л.с. и 508 ньютон-метров. К примеру, Альпина проходила спринт до сотни, за 5 и 7 секунды, а максималка была 290 км в час. Альпина, если и уступала Opel, то самую малость и входила в элитный клуб быстрейших четырехдверг своей эпохи. В отличие от расфуфыренного Lotus Omega, заряженная пятерка старалась не афишировать свою ярость. Ее выдавали лишь колеса фирменного альпиновского дизайна, характерная графика на кузове, лаконичный обвес и спортивное оформление салона. До 1995 года компания построила 507 штук B10B Turbo. Завидуем тем, у кого в гараже стоит такая красотка. Если тебе понравилось видео, напиши мне в комментариях, нравится ли тебе BMW и о какой машине мне тебе рассказать в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok